Патриот 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 Я хочу защищать Выберу дорогу Пусть пока еще я вам Подожду немного Так может быть вам волонтеры, может быть Ну как бы там тоже не скучные сто процентов. Не-не-не. Здесь классно. Здесь как бы мы все командуем. Мы приходим. Нам нравится форма. Причем с девочкой это я разговаривал, которая мне как раз подсказывала, когда я не с той ноги пошел, не так руку. Нравится, увлекается. Говорит, а какое дальше? Что ты дальше хочешь? Ну не знаю, может быть я пойду в МВД, может быть МЧС. Вот тебе сказал, вот русский народ. Какие сразу в голове мысли пришли? Какие выражения пришли? Что ты сразу подумала? Ослиница, Москва, Пушкин, разумье, милеть. Патриотизм, потом мужество, независимость, любовь и последнее. Наверное, единственное. Культура, русский язык, автолаз, родина, история, гордость. Примерно через одного они пишут силы, мужество, дружба, патриотизм. И вот именно патриотизм мелькал чаще всего. Я думаю, это все-таки хороший фактор. Привет. Веселое гуляние, песни, пляски, доброжелательное общение, гостеприимство. Хорошо. Я, когда пришел в музыкальное училище, только поступил, я закончил фольклорное отделение. Фольклорное отделение. Вот. Сначала для меня это было как-то все необычно. Изучали все, то есть там обряды, то есть как там, что, песни, танцы, вышивку, слова те же самые. Потом мне стало очень интересно. У нас, получается, на втором курсе была экспедиция. То есть на каникулы мы ездили, ходили к бабушкам, которые знали вот эти старые обычаи, там, что-то как-то. Может, у кого-то сохранились старые наряды. Мы это ходили, все фотографировали, записывали. В конце концов-то мы приходим к своим корням. То есть мы уже понимаем, откуда мы вышли, кто мы такие, я не знаю, откуда пришли. То есть в конце концов приходят в корни. Ну, скорее всего, мне, наверное, захотелось узнать свои корни. Любой человек любит тот город, в котором он живет. Любит страну, республику, культуру. И если он бережно ко всему этому относится, уважительно, я считаю, человека можно назвать патриотом. Если он готов на какие-то сильные поступки, чтобы встать и грудью защищать свою страну, то тоже патриотизм, естественно. исполнение патриотических песен о нашей стране. Любовь именно к народной культуре, пусть это будет русское народное творчество, чувашское творчество. Уважительное отношение к нему, исполнение этих песен, знание их. Это тоже патриотизм, который появляется в музыке. Матушка возьмет про Первую мировую уж тем более, а какие там битвы были, а почему и что, как русско-японская трагическая война, крымская война, отечественная война. То есть, посмотришь, казалось бы, для простого человека вся история России строится война, 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 война. Мы всегда боролись, но посмотреть на науку, на культуру, на наших великих изобретателей, например, котельников, первый в мире парашют с рюкзачком. Нас забывает, кто придумал бампочку обычную, домашнюю, Ильича, как мы ее называем. То есть, вот за это обидно. То есть, когда народ говорит, вот, у нас никогда ничего не изобретали. Да изобретали, просто мы не помним и не знаем. И каждый раз, когда им напоминаешь об этом, да даже своим друзьям, то у них как-то гордости больше за страну прибавляется. Программирование я могу считать патриотической профессией, потому что, когда мы создаем какие-то свои решения, в эти решения уже заложена специфика нашей русской культуры. Можно, например, взять крупные компании, популярные Яндекс, Мэйл, Рамблер, Касперский. Они почему у нас популярны? Потому что все их, когда они создают свои решения, вот там уже заложена русская немножко культура. спасибо. Спасибо, стараемся соблюдать, да. Спасибо большое. Ой, это столько. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Очень рада, довольна. Так что, наверное, переживем этот трудный период. Если волонтер не был бы патриотом своей страны, он бы не вызвался помогать в такое время, в такой период. И в жизни, в обычной жизни тоже много патриотов, которые, может, не занимаются волонтерством, но они занимаются чем-то другим. Они тоже убирают мусор, просто не афишируют и животных спасают. Патриотизм и театр для всех, кто живет и не только в Чебоксарах, и в районах Чувашской республики. Мы в первую очередь, ну как вот для чувашского населения, да, мы патриоты, мы не забываем язык. Уже с малых лет, с детских садов, со школ, уже в детях формируют эту любовь к родине, любовь к своему ближнему. И есть такие мероприятия, которые в дальнейшем формируют, не только формируют, но и развивают вот это вот все, как бы любовь к родине, чувство патриотизма. Ну, например, на 9 мая. Просто невероятная гордость за нашу страну. И в будущем я сама буду организовывать мероприятия, различные концерты и, конечно, на патриотическую тему тоже, например, на 9 мая. То есть от нас конкретно зависит, как мы преподнесем вот эту вот любовь к родине, патриотизм, как мы это все покажем зрителям, насколько они смогут понять. Наша главная задача – это пробудить вот эти вот чувства патриотизма. Не знаю, насколько у молодых в принципе развито чувство патриотизма, тем более сейчас у нас военный патриотизм. Почему то? То есть в моем понимании патриотизм – это любовь к родине, это не только военные какие-то моменты, армия или выставки вот эти военные, которые у нас часто проводятся, или скверы, а просто любовь к своей малой земле, малой родине, к культуре, языку, национальной кухне, каким-то достопримечательностям, старикам через дорогу буквально банально перевезти. Вот это появляется все вот эти моменты. Это же тоже, мне кажется, в какой-то мере патриотизм. Помочь старшему поколению. В журналистике есть патриотизм. Мы рассказываем людям о том, как мы живем. И рассказываем не только людям, которые живут в Чувашской республике. Нас смотрят в целом в России сейчас возможности позволяют, и даже за рубежом. Вот они не могут, например, приехать. То есть они с такой теплотой отзываются. Поэтому в журналистике точно есть патриотизм. В моей журналистике точно есть патриотизм, я думаю. Потому что мы любим свой край, и это отношение проявляется в нашей работе. Мы рассказываем не только новость, как факт. Вот произошло там что-то плохое, заболели люди, здесь забастовка или еще что-то. Мы рассказываем и хорошие новости. Мы рассказываем о людях, которые работают на заводе. о людях, которые работают в деревне, о фермерах, благодаря которым мы там все едим экологически чистые продукты, о предприятиях, которые дают нам тепло, воду, энергию, ну вообще о самых разных вещах, где мы освещаем и хорошие новости, чтобы люди знали, что вот это у нас есть, и этим надо дорожить. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»